Приветствую друзья и мы продолжаем проходить транзистор. Играем за вот эту вот рыженькую певицу, ну по крайней мере бывшую, вроде как у нее украли голос. Немножко поиграем с луной. Милейшее создание, милейшее. Как я и обещал, попытаемся пройти практический тест для начала. Что скрывается за пятую дверь? Дракет, дракет, дракет. Оцените доступные функции. Ну давайте оценим. А, ооо, вот так вот, да? Окей. Ну я хочу выбрать вот эту, да. Я хочу также выбрать вот эту сюда. Подождите, это же чудесный шанс для меня посмотреть, как будет выглядеть все пассивочки. Иммунитет к замедлению. Так, сопротивляемость. Подождите, получение сопротивляемости ко всем замедляющим эффектом. На 25%. Но в принципе неплохо, конечно. Так, а если вот эту штуку сделать пассивочкой? Создание копии при получении урона для отвлечения ближайших целей. Неплохо. Это даже интересно. И вот это. Ускорение восстановления после использования хода. Ооо, вот это очень хорошо. Вот это на самом деле очень хорошо. Но я не готов. Я не готов отказаться от этого умения в качестве активного. В качестве активного. Так, а если это... Если в эффект... Если это используют как улучшатель? Возможность использовать большинство функций во время восстановления... Ага. То есть если я использую джаун в качестве улучшателя какого-нибудь краша, то скорее всего я смогу краш использовать во время восстановления хода. То есть после того, как я походил в тактическом режиме, у меня же идет некоторый кулдаун общего рода. Это интересно. Это можно было бы даже использовать. Так, это все. Да, моя обычная такая расстановочка. Ну и маск в качестве посилочки. Окей. Ну что дальше? Последний ход рекорд хода. А что нужно сделать-то? А вон. Так, что-то мне нужно сделать с этими ребятами, да? Ну я думаю, что возвращайтесь в любое время. Я что, типа уже проиграл что-ли? Объясните мне. Ну давайте попытаемся фигакнуть их. Ну вот и что дальше? Так. А в чем суть-то объясните мне? Как пройти этот тест? Вот в чем вопрос. И вообще можно пройти? Всех убить там, к примеру? Ну хотя бы. Ну теперь тебя. И еще крашку. Ну они все новые и новые появляются, эти ребятки-то. Ну хорошо, это... Подождите, ну это просто... Это же не тест. Это просто кое-то practice room такой, то есть где можно посмотреть билды, условно говоря. Видимо так. Тест на планирование. Вот. А вот тут один из семи. А здесь нет. Нифига, это да. Черт побери, написано же. Релаксация. Просто релаксация. Тест на планирование. Один из семи. Так что надо сделать? Уничтожьте процесс за один ход. Ага. И у меня ничего кроме одного единственного уменьица, да? Четыре раза я на этим уменьем не ударю. Мне тут очевидно нужно перемещаться. Так, нет. Сюда. Теперь. Вас двоих. Что я никак не успею. Подождите. Как бы, как бы, как бы. Как за один ход-то вас озарить? Убить точнее. И все. Хм. Интересинг. Давайте немножко иначе попробуем. По диагональке. Да что? А, я просто на Б постоянно нажимал. Вот в чем дело. У меня-то на А теперь это. Ну тут как бы, ну никак же не получается. А, хотя мы попытаемся, они же мало здоровья, да? Им хватило. Смог. Сегодня смог Джайлз. Поздравляю, сэр. Текущий уровень 5. Доступна композиция Stainless. Давайте послушаем композицию Stainless. Или давайте еще раз. Ах, хотел тест на планирование еще раз пройти. Ну ладно, раз у меня доступен тест на скорость. Давайте туда, быть может, пройдем, попытаемся второй тест на скорость. Вдруг удастся. Я не помню там, о чем первый-то был. А, за определенное время уничтожить всех врагов. Все, я вспомнил наконец-то. Давайте сделаем это. Так, нужно использовать их индивидуальные особенности. Что у меня на Б? Какой-то дальний удар просто. Хороший, кстати, хороший удар. Окей. У тебя теперь. А вот тебя можно далековато. Хорошо, я подойду поближе. Какого черта у него там яничка здоровья останется еще? 49. Почему 40? Ну ладно, ладно. С этим разобрались. Теперь Б. Вот этого парня. За 0,8 секунд он получит определенный урон. Ну и дамочку-то. А дамочка в недосягаемости. А если еще раз? Два раза. Ну ладно, спускаем. Ооо, может быть мой. Вот оно как работает, да. Ну будем знать. Ну будем знать. Ядро профукал. Осталось времени 37 секунд. Ну это интересно, конечно, концепция, но... Ну давайте попытаемся. Что это даст вообще? Я атакую их. О, я хорошо их атакую. Чёртовый не успел неудачник. Тихо, 27 секунд осталось. А, да, дефектных клеток многовато. Давайте попытаемся этого парня теперь открывать. Он же все равно в эту сторону пойдет. Или они там остановятся? Нет, ну в эту сторону пойдет. Все, окей. Ну и убивают. Так, ядро забрано. 16 секунд. Ну в принципе я вроде бы успеваю даже. Чуть дальше. Ну тут всего одна дефектная клетка. По виду. Или все же две? Непонятно. Ну а тогда хватит одного залпа. А остальные напулем в этого балована. Должно ему хватить? Нет, нифига ему не должно. А чё ли? Новые, какого чёрта у меня новые дефектные клетки появляются? Я понять не могу. Я походу не успеваю. Потому что у меня... По... 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 Появлялись какие-то новые дефектные клетки. Непонятно почему, за что вообще и как. Есть. Найс. Найс. Успел. Доступна композиция Interlace. Ну давайте послушаем сейчас две новых доступных мне композиции. И луну еще раз будем. Я не сплю. Нефиг ей спать. Так. Костинг. In circle. The spine. Stain glass. Следующий. Интерлейз. О, оставим интерлейз. Клавиш. Отлично. Назад в реальность. Окей. Можно подумать мы в реальности. На чем мы остановились? Остановились мы в южном усеченном проезде. Туда и поехали. Пойдем. В южном усеченном. Ой, сразу, да? Так вот, с места. Сразу. Ой, 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 это артиллерия чертова. Процесс улучшен. Можно подумать мне раньше не хватало. Тебя? Тебя? По идее сейчас вот эти вот тупицы они для меня в принципе безопасны некоторое время. Вот так. Потому что они прямо под себя не атакуют. Что называется. А вот сейчас начну. Ну куда ты? Помощника надо. С запасом денег. Все, 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 все. Готов, так. Забираем его ячейку. Ой, а ты откуда взялся такой? Выискался. Ну сейчас в тупице разберемся. Странно, что он один. Кстати. Ну все, отбежать уже все. А нет, двое. Так, у одного совсем мало здоровья, у второго поболее здоровья. Сначала разберемся с тем, у которого поменьше. Так, телепортироваться к тебе что ли? Телепортируемся к тебе. А потом Б. В механизм. Ну еще раз. Сейчас тупица меня будет атаковать. Конечно. Ай, черт, я думал уже перезарядился, я не перезарядился. Так, сначала тупицу, потом механизм, хотя можно. А давайте попытаемся спаркинг. Вот. Отлично. И теперь тебя добьем. Странно. Исходя из информации тактического режима должно было хватить, но, видимо, меня обманули. Не верьте, не верьте на 100% тому, что пишут вам в тактическом режиме. Вот что я могу сказать. Здесь ничего? Ничего. Значит, идем дальше сюда. Это я просто так. У меня ничего нового не появлялось. Менять я, в принципе, тоже ничего не собираюсь, так что... Баронная станция. Обратите внимание на вот эти детали. То есть, допустим, например, постеры разного рода. В принципе, вот это вся раскраска стены и прочее. Мне очень нравится. Полный отчет. Не охота. Если у вас имеется информация, касающаяся данного сообщения, на территории 100 на 100 соседних кварталов. Статус оффлайн. Отправим. Бегите оттуда. Спасайтесь. Отлично. Ну, это же не просто так. Правильно. Ну, конечно. И сразу помощник. То есть, из кого помощника же надеюсь? Да, определенно помощник. Ну, одновременно. Одновременно. И скорострелу достается. Помощник еще живой. Еще живее всех живых. Отличный снимок. Спасибо. Что я сделал? Что немаловажно, зачем я это сделал. Сюда. Помощник. Добиваем. А потом скорострельчика. Какого под защиты, а? Он уже не будет под защитой. Не надо брать. О, артиллерия. Подтянулась. Отлично. Снова хороший снимок. Замечательно. Так, вынесем к артиллериста. Черт, я не могу вынести артиллериста так просто. Артиллерия, артиллерия. Так, тихо, тихо, тихо. Все. Не. Я чувствую, что это вот сейчас самое-самое место для спарка. Ну, просто. Сейчас я их на спаркурую. По-черному. Несколько ядрышек, но я правда остался без какой-либо возможности получить прикрытие от естественных преград. Ну, телепортироваться. За скорострельчик. Ну хоть, ну хоть так. Надо было спарком пользоваться. А вот это-то я уже забыл, что здесь прибывает. Черт, это байферы-защитники. Так, отлично. Так, отлично. Телепортация поближе. И... Спаркуем. Еще даже. Вот так. Ядрышки, ядрышки, ядрышки пошли. Так, восстанавливаемся. Артиллеристы. Минус. Так. Ну и следующая цель это, конечно, должен быть тупица. По-хорошему-то. Но нет. Далее я отбегу, чтобы немножечко перегруппироваться. Как-то так. На туда вот уже не хватило. Артиллерист. Черт, поймал-таки. Сюда. Здесь я заберу это ядро. Тупица, нет. Сюда вот так. В тупицу. И... Сажа, нет. Опять. Ну, вот какой нафиг краш? Все, один раз телепорти... Да даже нет, кстати, телепортироваться надо. Потому что у меня скорострел снова расстреляет. Под защитой. Под чьей защитой? Ой, вот ходить надо. Ой, надо уходить. А какого? Ведро, 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 ведро. А, так вот он. Мне же надо рядом с ним просто гусоваться и все, все дела. Вот. Ну и убьем. Скорострела вынесу, там уже с купицей легко будет разобраться. Отлично. Определенный автоприцел здесь уже есть. И это хорошо. Ну все, парень. Твоя очередь настала. Нет. Нет. Так. Враждебный процесс уничтожен. Левелап. Левелап. Твоя очередь. Ну может быть. Ну может быть. Пассивный слот. Притягивание клеток с большей скоростью и с большей дистанцией. Ну нет. Так. А второе. Пинг. О, запинговать кого-нибудь. Это круто. Кого не пингануть это я люблю. Так. Функция. Скорость. Эффективность. Эффект активного слота. Кинетические заряды вылетающие с большой скоростью по прямой траектории. Это что-то наподобие того как дамочки стреляют по видимо. Слот улучшения. Уменьшение стоимости планирования хода и увеличение скорости атаки большинства функций. Ага. Тоже очень на самом деле интересно. И пассивочка. Значительное увеличение дистанции передвижения во время хода. Слушайте. Ну и то и другое классно. Потому что чем хорош гет? Напулить врагов и воспользоваться спарками потом. Но чем хорош пинг? Так это всем остальным черт убери. Поэтому я пинг возьму. Посмотрим что. Запингую. Запингую кого-нибудь. Система. Выбрать разрешение. Ааа. Я теперь наконец-то. Ааа. Вот так да. Хм. В каком-то из слотов. Это к счастью по видимо не будет касаться конкретно умения в этом слоте. У меня будет возможность поставить два улучшения. Ну давайте в первом. Тут в общем то на самом деле не столь важно. Бонус. Так. Клетки возрождаются в виде процесса значительно быстрее. Это мне не нужно. Пользователь теряет доступ к шести или более ячейкам памяти. Возможно удаление функций. Нет уж лучше это. Спасибо не надо. Ну теперь нужно искать эту руну. Ближайшую. Видишь? Это? Это как камерата хочет в нашей городе быть. Не ну а что? Ну в принципе красиво. Что они хотят сделать, что они хотят сделать. будет. Да. Вместо спайс. Шифр. Район. Хайрайс. Окей. Вот оно. Ну давайте посмотрим. Так. Пинг. Так. Собственно. Вот в качестве пассивочки тоже можно было бы взять. слот улучшения. Стоимость планирования хода увеличения скорости атаки для функции. вот можно было бы какой нибудь спарк или или даже вот обычный кстати краш тоже как вариант. Ну. Хм. Подождите. А если снять краш какое у него улучшение? Оглушать повышает уязвимость целей. А это в качестве улучшения ускорение большинства функций увеличение дальности и скорости их действия. Логично. Разделение воздействия большинства функций для более эффективного результата. Пока не понятно что это такое. А тут возможность использовать большинство функций во время восстановления хода. Это я уже читал. Ну что ж. Что-то как в стародавние времена. Что бы еще памяти хватало. Черт возьми надо смотреть. Может просто заменить пинг пингом краш. А краш использовать в качестве улучшатора для пинга. Чтобы он оглушал. Ну нет. Краш это у меня такая. Прямо прям четкая атака. Классная. Прямо классная атака. Ну. Давайте я попытаюсь снять вот эту штуку. Снять это. Так. Поставить сюда пинг. А к пингу посмотреть что сделает баунс. Вот что ты сделаешь. Отскакивание от нескольких ближайших целей. Количество скачков 5. Дальность скачка 350. Берем. И вторым номером оглушения. Просто интересно попробовать в конце концов. Я думаю что скоро у меня появится возможность опробовать. Главный подъемник. Сейчас будет драка на подъемнике наверно. Надеюсь это работает. Ну классика. Пока поднимаемся кто нибудь не пойдет. Ну и я приятно удивлюсь если это не произойдет. Ну не сказать чтобы я неприятно удивлен там все дела. О у меня пулеметец появился. Класс. Так. Окей 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 окей. Что ж я делаю то а? Ах. Ах. Тебя. Что я напингую. А че не бонсить ничё? Понятно. Ну допустимся. Вот другое дело. Сейчас будет бонсить. Но че то неэффективно похоже будет бонсить. Нету понта. Давайте спаркать. Похоже мало эффективен будет спарк в данном случае. Почему нет? Ядра 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 прятаться. Некуда бежать. Вообще есть куда бежать. Вполне. Не. Еще поспаркаем. Не долетает спарк. Но этих троих вынесет тоже приятно. Ах. 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 Убьють. И снова спарк. Опять не тот эффект, которого бы хотелось. Блок, блок, блок. А телепортироваться можно? Ну телепортироваться всегда можно, в принципе. Телепортируемся и вот сейчас напингуем. А вот кого лучше напинговать? Я бы наверное механизм напинговал. Тем более, что ему это удар в спину. Все. Напинговал механизм. Теперь это зря. Так. Ну и еще разочек. Стреляют в рукояти. Все плохо. Не, серьезно. Фу. На Дедсли. Просто на Дедсли прошел. лайк и босс почти на месте еще будет война да не не будет добрались добро пожаловать домой нет но естественно известная певица как богин богемном районе живет так мне честно говоря странное ощущение от пинга в общем у меня давайте наверное уберем пинг пошел нафиг воспользуемся старым добрым крашем но пинг используем в качестве улучша таран для 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 краша кстати давайте наверное возьмем либо можно было бы вообще в качестве пассивки его использовать но это уже совсем другая история стоп меня что он есть еще всякие эти ограничители нет спасибо мне принципе хватит и так я не обламываюсь там ради получения двух процентов опыта а вот этот процесс так 540 отлично нет стоп ну что я делаю что за глупости телепортироваться за спину а потом уже бить ну естественно удар в спину только так вот гораздо гораздо выше так что там у нас команду и что он чумой а нет он нифига не мой ну давай я был готов когда тоже мне нужно действительно готовым то оказывается тихо 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 спокойно гончая спокойно сюда и напуливаем больше ты лечиться не сможешь с равно что критов нет и тут вдруг я оказываюсь у тебя за спиной прикинь по-видимому теперь я относительно часто буду встречать их ящик ну если с них будет идти нормально опыта принципе я бы не сказал что что-то такое сложное прям что по ощущениям не сказал бы точка обзора хайрис не знаю ли все таки пинг взять черт но прикольная же штука дать мне все таки пинг возьму ну классно запинговать кого-нибудь ну круто все я беру пинг в качестве основной атаки эту штуку использую в качестве улучша таро и эту штуку использую в качестве улучша таро значит две пассивки нет ни одна пассивка мне показалось что у меня почему-то открылась вторая пассивка хотя как бы это могло произойти наук неизвестно займемся уборкой улиц он наверх можно терминал по весе хорошо давать пообщаемся с ним здесь ничего процесс занял 66 процентов территории клауд банком на данный момент недоступна вся западная часть в общем давайте оставим комментарий какой-нибудь если меня кто-то слышит кто-нибудь собирает до что определись уже слышит меня хоть кто-нибудь никто тебя не слышит подъемник на крышу подождите а сюда апартамент террес нет парус поставим без меня давайте сначала на крышу я чувствую что что-то упускаю поэтому схожу на крышу сначала так ну на всякий случай почему нет опачки а можно обратно а я хочу обратно я что-то ничего хорошего сейчас не чувствую щека ну пока всякие просто ищейка просто щейкой такие долго же пинговать не придется но отход 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 так то постановлю еще быстрее все чем эти щитки на пингуем на пинговать в спину а ты хитра как бы мне с тобою поступить то ты еще и под защитой сейчас коза ты я такая ладно сейчас на пингую эту фигню и уйду от тебя куда-нибудь подальше сюда к примеру и еще по пингу похоже пинг не так прикольно как мне изначально показалось а ищейка достаточно глупо зато на пинговали и готовимся бежать вниз что еще и лечит по но вот это как бы вообще не красиво сейчас было и как же мне нужно типа за раз выносить иначе эта штука отлечит просто-напросто проверим ну да реально нужно выносить за раз иначе отвечает чертова короче надо вынести ищейку далее легко по идее будет а пинг отстой похоже то что у меня щас ищейка от лукцуют реально инициировать экстренный ход я уже так его иницировал черт возьму удар в спину удар в спину и еще что-нибудь там все ищейка готова дальше по идее должно быть проще не на не знаю но эта штука для реал тайма на руках что-то в реал тайме в реал тайме это круто а вот в режиме хода счета как-то не очень надо менять надо менять так я могу вернуться я думал что здесь какое-то ответвление оказывается что там было какое-то ответвление ну да вернуться конечно не могу я как всегда верное решение принял ну ладно ну что ж друзьям я думаю что продолжим наше путешествие по крыше теперь уже раз уж я так поступил мы в следующей серии на этом огромное вам спасибо за внимание и до свидания и и и и и и и и